МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа 7 дней в студии Шатаминов. Я приветствую всех телезрителей канала Новый Век. Смотрите сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У родителей есть право выбора родного или государственных языков, но они все остаются в обязательной части образовательной нашей программы. Войдут ли родные языки в обязательную часть школьной программы? Резонансный законопроект переходит в горячую фазу обсуждения. Расскажем. Больше ста локаций, заведений, ресторанов, общественных мест, просто интересных маршрутов, куда можно сходить. Когда на город опускается ночь, чем будет удивлять ночная Казань туристов? Сегодня люди, они выбирают среду, в которой они хотят жить, а не просто квадратный метр. Бульвары, кварталы, жилые массивы. Новый взгляд архитекторов на нашу повседневную городскую среду. В репортаже 7 дней. Итак, сразу после праздника 12 июня, дня принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР, Госдума России намерена рассмотреть закон, как его у нас называют, против обязательного изучения государственных языков республик. Республик, который является основой той самой Российской Федерации, возникшей на развалинах великого и могучего Советского Союза, об утрате которого многие из нас до сих пор сожалеют. Сохранится ли Россия как федеративное государство? Этот вопрос сегодня волнует многих. Во время прямой линии на этой неделе Владимир Путин прямо говорил об этом. Мы можем безвозвратно отстать и это поставить под вопрос наш суверенитет. Поэтому мы должны собрать в волю все наши ресурсы, и интеллектуальные, и моральные, и финансовые, понять, что мы стоим на очень важном этапе нашего развития. Мы должны не только прыгнуть в последний вагон уходящего поезда нового технологического уклада, а быть во главе этого поезда. Мы можем ли мы это сделать? Можем. Мы сделаем это, если будем вместе. Сто процентов зачистили. Подчеркиваю, нужно быть вместе, нужно объединяться, а не принимать законы, разъединяющие людей по национальному признаку. Мне кажется, на этом фоне из Москвы начали поступать позитивные сигналы. Председатель комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов на этой неделе выразил согласие, что исключать в принципе изучение родных языков из обязательной части учебной программы нельзя. По его словам, есть серьезные намерения ко второму чтению кардинальным образом переработать текст законопроекта и использовать его как повод для того, чтобы внести в законодательство изменения, которые бы способствовали укреплению гарантий изучения родных языков в средней школе. Элизира Юзаева продолжит. Урок украинского в Симферопольской школе. Наряду с английским, французским, немецким есть и... Все по законам жанра. Красивая картинка, доступный текст, убедительный голос. Журналист и общественный деятель Римзиль Валеев с высоты своего жизненного опыта дает профессиональную оценку работе московских коллег. На экране журналистская солидарность в ее лучшем исполнении. Сюжеты про новый законопроект о добровольном изучении родных языков на всех центральных каналах вышли разом и вторили друг другу. Образование единое для всех, родные языки по желанию. Таков лейтмотив, подкрепленный мнениями компетентных героев, живущих в сугубо русскоязычной среде. Я обратил внимание, в этих репортажах нет ни одного источника из Национальной Республики. Посмотрите, законопроект говорит о госязыках Национальных Республик. Омский, там проректор Татьяна Смирнова. Украинский язык в Крымском полуострове. А что, Крым – Национальная Республика? Я думаю, что крымские татари порадовались, если бы это было так. Башкирка, живущая в Челябинске. Но какое журналистское расследование без конфликта интересов? Но мнение знаменитых лингвистов, имена которых хотя бы на слуху, в сюжете не прозвучало. Ни одного. Потому попытаемся соблюсти этот баланс. Ирина Алексеева – известный в мире переводчик. Ольга Казакевич – знаменитый в московских кругах лингвист-исследователь. Они представляют совсем иную, противоположную точку зрения. И в защиту своей позиции, обязательного изучения родных языков, приводят весьма веские аргументы. Я понимаю, что есть разные настрои. Есть и среди лингвистов, например, люди, которые говорят, что мы уже надоели национальные языки, что в них такого интересного? Давайте все перейдем условно на один какой-нибудь язык. Да, такое есть. Но это, понимаете, это некомпетентные точки зрения. Они никогда не победят, потому что в разнообразии сила. И хотя бы потому нужно поддерживать национальные языки, что каждый язык, вообще каждый язык – это своя парадигма мышления. И чем больше у нас в голове парадигмы, тем умнее просто. Мы же хотим быть умнее, вот и будем умнее. Лингвистическая безграмотность, она порождается от знания малого количества языков, от монолингвизма. На самом деле, знание двух языков, знать два языка гораздо лучше, чем знать один. И когда начинается борьба за то, что убрать все языки, кроме русского, это только человек, который вообще мало что понимает в том, как устроен мир, и как устроен мозг, и как устроен развитие ребенка, может предлагать такие законопроекты. Кобъективная логистика. Совершенно необходимо, вот что совершенно необходимо у нас в стране, в Отечестве, это агитация и пропаганда того, что многоязычие лучше во всех отношениях, чем монолингвизм. Преодолеть эту лингвистическую безграмотность министр просвещения России Ольга Васильева предлагает с помощью углубленного изучения иностранных языков. Обязательный госэкзамен по английскому может быть введен уже с 2020 года. Но в ходе прямой линии с президентом ни главе государства, ни руководителю профильного министерства не был задан, казалось бы, более насущный вопрос о преподавании родных языков в школе и их места в общеобразовательном пространстве. Вопрос, который сегодня волнует все национальные регионы, остался за рамками телеэфира. Я переговорил, наверное, с человеками с 40 высокопоставленными чиновниками в разных министерствах, на совещаниях, развлечениях между делом, что вот когда задают вопрос, как дела, как обстановка, говорят, дела-то хорошо, но вот одна тема очень болезненно начинает всплывать с запретом изучения национальных языков. И вы знаете, многие даже этого не знают и об этом даже не задумывались. То есть то, что сегодня очень болезненно мы, понимая эту проблему, воспринимаем, живя в регионах, татары в Татарстане, Чуваши в Чувашии, башкиры в Башкортостане, к сожалению, например, в Москве, в Санкт-Петербурге многие люди даже об этом не знают. То есть происходит опять же какая-то оторванность. Россия – это не только Москва, это не столько крупные мегаполисы. Россия – это еще и провинция, небольшие города, районные центры, маленькие деревушки, где компактно проживают люди самых разных национальностей. Безусловно, знание английского языка даже в глубинке никому не помешает. Но как часто его употребляют вообще не там, где для людей важнее язык корней, язык родителей и предков. Еще что раздражает многих родителей в процессе и общения, и разговоров, они тоже говорят, а как такое может быть, что иностранный язык, английский, немецкий, французский, он обязательный в образовании, а национальный язык на той территории – республика Татарстан, республика Башкортостан. То есть это же говорит о том, что здесь есть коренной народ, который все-таки держится за эту землю, который понимает, что здесь формировалась его нация. И даже если он сегодня говорит плохо, например, на родном языке, ему все равно важно самосознание этого языка, право говорить на этом языке. И ведь я, например, не знаю ни одного татарина, который сказал бы, что я не татарин. Допустим, в Казани, там больше людей на татарском разговаривают, а в Аннетевске почти все на русском. Я даже иногда не слышу татарского языка в простом быту, так скажем. Только у себя дома еще. Даже если сейчас слышишь татарский язык на улице, мы даже удивляемся, что мы не плохого. Да, еще есть. Еще кто-то знает, да? Да, да. Но очень приятно приходить в школу и все-таки наслаждаться вот этим вот языком, все-таки говорить на нем, читать, все обсуждать. Очень часто родители, когда дети начинают изучать иностранный язык, в частности английский, они приходят, и чуть ли не через два месяца спрашивают, почему мой ребенок не говорит на английском языке? У меня всегда есть готовый ответ. Я говорю, вот вы живете в Татарстане. Вы хорошо говорите на татарском языке? С того момента, как здесь прозвенел последний звонок, прошло немного времени. Это кабинет татарского языка. Все, казалось бы, на месте. Собраны учебники на столе, методические пособия. На стене портреты президентов. Одно бросается в глаза. Пустые парты. Дети на каникулах. Школы вновь в ожидании перемен. Летние каникулы 2018 года станут самыми затяжными. Время болезни всегда тянется дольше. Ильзира Юзаева, Роман Безменов, Андрей Кузьмин и Константин Илларионов. Семь дней. Как известно, сейчас в Москве создана специальная рабочая группа по работе над проектом закона, которую возглавляет руководитель Думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов. В эту рабочую группу входят и наши депутаты Александр Сидякин, и председатель комитета Государственной думы по делам национальностей Ильдар Гельмудинов. Ильдар Ирикович только что прилетел в Казань и сегодня поделился с телезрителями программы «Семь дней» последними эксклюзивными подробностями о работе над изменениями в закон о языках. Принципиально договорились, какой текст мы будем принимать в окончательном чтении. Конечно, жалко, что мы выходим на первое чтение с законопроектом, который всех не устраивает, но тем не менее у нас другого выхода нет, потому что мы должны весеннюю сессию с этим вопросом, наверное, разобраться, чтобы все-таки не оставить и тело на осень, когда уже начнется учебный процесс, ну и сколько можно держать в таком напряженном состоянии, скажем так, и наши граждане, ну и мы и сами напряжены, очень много обращений, каждый день получаем и за, и против, как говорится, но тем не менее у нас есть полное понимание, что родные языки, государственные языки, они должны, как сегодня присутствуют в обязательной части образовательной программы, но с правом выбора родителей, какой родной язык они выбирают. Если русский, так русский язык давайте, татарский, татарский язык, марийский, марийский язык. Вот такое право родителям и учащимся будет представлено вот в этом уже, скажем, новом тесте законопроекта. Вот, наверное, самый главный подход. Ну и, конечно, для того, чтобы можно было в рамках этих часов выбирать русский язык как родной язык, мы вставляем норму о том, что русский язык тоже является родным языком, потому что некоторые в отсутствии таких норм законодательства понимают, что родные языки – это только языки, кроме русского языка. Вот, в принципе, такая договоренность есть, такой текст в ближайшее время, 15 июня, комитет по образованию рассмотрит. Ну, наверное, он еще раз говорю, не будет вынесен, но мы тот первый законопроект, над которым будем работать, и, выходя на вот тот согласованный законопроект, мы примем постановление Государственной Думы, где в этом постановлении будет четко записано, что мы договорились и считаем необходимым принять в окончательном варианте текст, который говорит о том, что у родителей есть право выбора родного или государственных языков, но они все остаются в обязательной части образовательной нашей программы. Мы в Татарстане имеем право, моральное в том числе, на высокий статус государственного татарского языка, еще и потому, что мы любим, знаем и чтим другие языки, на которые говорят жители нашей республики. На этой неделе, как всегда, торжественно и масштабно в Казани прошли мероприятия, приуроченные ко Дню русского языка и 219-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Канал «Новый век» в этот день ввел прямую трансляцию праздничного концерта из Государственного академического театра оперы и балета. Все было организовано, на мой взгляд, очень хорошо. И официальная часть, и теплый поэтический митинг с участием деятелей культуры и многочисленных любителей. Президент Татарстана Рустам Мениханов и государственный советник Ментимир Шаймиев возложили цветы к памятнику великому русскому поэту Александру Пушкину в Казани, которого великий татарский поэт Габдулла Тукай считал своим учителем. Специальным гостем праздника стал народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Василий Лановой. Василий Семенович провел творческий вечер со своими поклонниками в Казани и, несмотря на сверхплотный график, согласился дать короткое эксклюзивное интервью программе «Семь дней». Василий Семенович, я понял, вы Казань очень любите, но бываете не так часто. Это связано... Ну, как в других городах, не реже, чем в других городах. Нормально. Как вам наш город, наша публика? Нет, город меняется. Я вижу, как он улучшается. Это точно совершенно. Да я тут часто бывал раньше. Так что вполне. А сами казанцы, наша публика? И публика замечательная. Вот видите, что сегодня творится? Еле выжил. Так что это вполне. Василий Семенович, сегодня все-таки день русского языка. День Пушкина. День Пушкина. Я знаю, что вы заведуете кафедрой в Щукинском училище художественного слова. Как вы считаете, нужно ли нам спасать русский язык? Я вот смотрю на наши вывески, на речь наших чиновников. Это вопрос вкуса, а не отношения к языку. Потому что язык все равно это душа народа. А вкус иногда бывает подводит наших актеров, режиссеров и творцов. Но вас не коробит, что на улицах много вывесок, где не русские названия, а, скажем так, иностранный сленг такой, и употребляются часто... Я думаю об этом. Больше того, такого количества названий на русском языке за границей я не встречаю. Я не понимаю, зачем это должно быть здесь. Как вы считаете, вот русские, которые проживают в Татарстане, в Казани, они должны знать татарский язык? Вот как вы знаете, например, украинский достаточно хорошо. Ну, я знаю украинский, потому что я там просто жил, но должно быть и то, и другое. И русский язык, потому что это родина все-таки. И какие-то вот эти локальные такие народы, которые живут, они имеют право на свой язык. То, что вот там на Западе делается иногда, это просто в Прибалтике в нашей. Жуть. Но в Татарстане, как вы считаете, русские... Да нет, нормально, все говорят на том, на котором общество нужно. Вот и все. Но если они будут знать татарский в дань уважения к культуре и обычаям татарского народа, это ведь неплохо будет? А, конечно. О чем? Конечно, разговор, конечно. Вы поддерживаете все-таки? Да, а как же? Вы собираетесь теперь почаще приезжать в Казань, я так понял, что мы... Я не могу вам обещать ничего, потому что зритель у вас очень хороший, живой, замечательный. И не только молодежь, но и пожилой состав вполне нормальный. Так что все, тяга культуры к искусству имеется, яростная, это видно. Так что успехов и счастья вам! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И поставил амбициозную задачу – выйти на объем выручки в 100 миллиардов рублей. Помочь добиться этих амбициозных целей Казань-Орсинтезу поможет другое предприятие группой компании ТАИФ – Казанская ТЭЦ-3. Как известно, именно эта крупнейшая электростанция обеспечивает энергией и теплом не только жителей столицы, но и промышленный гигант Казань-Орсинтез. На этой неделе ТЭЦ-3 отметила свой полувековой юбилей. Тимур Бекмурзин расскажет обо всем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для людей, мало сведущих в химии, Казань-Орсинтез – это такой большой завод, где производят полиэтилен. Но рассуждать так – это все равно, что судить о красоте ковра по выдернутой из него нити. На самом деле Казань-Орсинтез выпускает более 170 наименований продукции. А сам завод даже не завод, а 7 крупных заводов, которые работают в тесной технологической цепочке. Завод органических продуктов и технических газов – самый крупный в этой структуре. Здесь берет начало производственный процесс. Именно сюда, в цистернах, прибывает исходное углеводородное сырье, которое по трубам уходит на другие заводы. Есть и свое производство органических продуктов, которые используются для нефтедобычи, химии, фармацевтики, косметики и металлургии. С этого завода большая часть сырья идет на завод этилена. Этилен – базовый продукт для многих других производств, например, для завода полиэтилена высокого и низкого давления. Из этилена получают также пропилен, который уже становится сырьем для завода бисфенола А. На выходе сложнейшей производственной цепочки целые гамма ценных материалов. Фенол используют в производстве медицинских препаратов, красок и гербицидов. Попутная продукция – всем известный растворитель ацетон. На заводе поликарбонатов производят востребованный в мире современный пластик. Этот завод, к слову, единственный производитель поликарбонатов в России и в странах ближнего зарубежья. Полиэтилен – всем известный материал, и «Казань-Орксинтез» остается главным его производителем в стране. На нашу компанию приходится 40% всего российского полиэтилена. Один из самых распространенных и востребованных продуктов, из которого делают различные пищевые и технические пленки разного вида изоляцию. Полиэтилен низкого давления служит сырьем для труппы бытовых изделий. Вот такой широкий спектр самой разнообразной продукции, благодаря которой «Казань-Орксинтез» в течение многих лет удерживает передовые позиции в нефтехимической отрасли России. На последнем годовом собрании акционеров генеральный директор компании Фарид Минигулов подвел итоги работы «Казань-Орксинтез» в 2017 году. По ряду показателей достигнуты знаковые рубежи. Объем товарной продукции превысил 1 миллион тонн. В том числе «Казань-Орксинтез» произвел рекордные в своей истории количество полиэтиленов – более 726 тысяч тонн. Выручка «Казань-Орксинтез» составила 72 миллиарда рублей. При всех сложностях, во-первых, конъюнктура цен на полиэтилен, сложности доступа к сырью – все эти вопросы, они нашли решение. Компания сегодня, ее капитализация, рост капитализации показывает, насколько она эффективна и насколько она перспективна. Останавливаться на достигнутом нельзя. Мне дали новую программу, которая до 2025 года, она очень такая серьезная, но уже в 2021 году они должны выйти по выручку за 100 миллиардов рублей. Я думаю, здесь никакого сомнения нет, с этой задачей они справятся. Программа будет завершена в те сроки, которые запланированы, это раз. И стандартная схема финансирования уже давно отработана группой компаний ТАИФ – 15% собственных средств и 85% заемных средств. Амбициозная программа развития ПАУ «Казаньорксинтез», входящего в группу ТАИФ, подразумевает движение по двум направлениям. Во-первых, компания будет активно заниматься модернизацией уже действующих производств. Это позволит существенно нарастить объемы прежде всего этилена и полиэтилена, при снижении отрицательного воздействия на окружающую среду и затрат по энергоресурсам. Во-вторых, в планах «Казаньорксинтеза» создание нового комплекса нефтехимических производств на базе переработки газового сырья. А это уже выход на качественно иной уровень развития, существенный рост доходов и, как следствие, новые возможности для реализации социальных программ. Что вполне соотносится с миссией всей группы ТАИФ, которая звучит как «сила во благо». «Казаньорксинтез» и сейчас много и активно поддерживает спорт, занимается благотворительностью, вкладывает средства в возрождение объектов культурного наследия, развитие городской инфраструктуры, парков и скверов, в том числе и в такой значимый для «Казани» проект, как воссоздание системы озер Лебяжьи. Группа компании ТАИФ в лице нашего главного акционера и в лице нашего государства, тоже как акционера «Казаньорксинтеза», приняли решение о том, что это озеро необходимо. Здесь сейчас уже основа есть для того, чтобы можно было в дальнейшем думать и решать, что можно, как можно все украсить. И как, я думаю, что там будет интересно, достаточно хорошо. Озеро, главное будет озеро. В этом году коллектив ПАУ «Казаньорксинтез» будет отмечать двойной юбилей. 60 лет со дня образования и 55 лет со дня получения первой продукции. Если торжества по этому случаю еще впереди, «Казанская ТЭЦ-3» на этой неделе уже принимала поздравления в связи с полувековым юбилеем. Одним из первых ведущие предприятия энергетической отрасли республики, также входящие в группу ТАИФ, поздравил президента Татарстана Рустам Мениханов. Сегодня это предприятие является по своим техническим, экономическим показателям одним из лучших предприятий нашей страны. Мы гордимся вашими успехами и, конечно же, в этот день особые слова благодарности и поздравления хочу обратиться к ветеранам предприятий, которые создавали вот этот фундамент. И сегодня предприятие прекрасно работает. Хочу поблагодарить группу компании ТАИФ, которая реализует эти инвестиционные проекты. Ну и, конечно, ТГК-16, который объединяет вот эти энергетические мощности и сегодня конкурирует на энергетическом рынке. Вам успехов, дальнейшего просветания. Особые слова благодарности в этот день ветеранам Казанской ТЭЦ-3. Это они строили крупнейшую и самую современную электростанцию в Казани. Они самоотверженными усилиями спасли наш город от замерзания в новогоднюю ночь 1979 года, когда температура воздуха в столице опустилась ниже 50 градусов. На праздничном вечере показали фильм-реконструкцию, посвященный этому героическому событию. Я очень рад за них, что у них такой блог появился. И, значит, там специалисты очень хорошие пришли, очень грамотные. И я им желаю успеха в работе. Многие выступающие подчеркивали, что Казанской ТЭЦ-3 свой полувековой юбилей удалось сохранить главное – верность традициям и преемственность поколений. А того комфортно в этот вечер было всем – и ветеранам отрасли, и молодым профессионалам, которые пришли им на смену. Для них, для всех – подарки, награды и искренние слова благодарности от руководства республики, от группы ТАИФ. Новых производственных успехов, безаварийной работы и претворения жизненных целей, поставленных к цели. И от коллег по отрасли. Я хотел пожелать нашим выпускникам, всему персоналу ТЭЦ-3 безаварийной работы здоровья, удачи. Говорим им от имени Казанцев, от имени сетевой компании. Благодарим и поздравляем с юбилеем долгой жизни, безаварийной работы. И так держать станции. Спасибо им. Премьер-министр Татарстана Алексей Писошин поздравил коллектив казанской ТЭЦ-3 со знаменательной датой. Отметил роль и значение станции в обеспечении надежного и бесперебойного энерго- и теплоснабжения не только промышленных объектов, но и населения Казани. Самая мощная из современной ТЭЦ-столицы может и должна работать на нужды всех категорий потребителей. В 2017 году произошло большое событие для республики Татарстан. На ТЭЦ-3 был успешно запущен газотурбинный блок. С пуском ГТУ установленная тепловая мощность казанской ТЭЦ-3 по горячей воде значительно увеличилась, что позволяет обеспечивать растущие потребности столицы нашей республики, города Казани, в тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. Это особенно актуально с учетом строительства нового жилого комплекса «Салаваш КПР». Тимур Бекморзин, Хамид Шамсеев. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через несколько минут. Смотрите после рекламы. Больше ста локаций, заведений, ресторанов, общественных мест, просто интересных маршрутов, куда можно сходить. Когда на город опускается ночь, чем будет удивлять ночная Казань туристов? Сегодня люди, они выбирают среду, в которой они хотят жить, а не просто квадратные метры. Бульвары, кварталы, жилые массивы. Новый взгляд архитекторов на нашу повседневную городскую среду. В репортаже 7 дней. В понедельник Рустам Мениханов принял участие в открытии Центра компетенций «Сименс» на базе Германо-Российского института новых технологий КНИТУКАИ. Президент поблагодарил руководство международной корпорации за создание специализированного центра. В среду Рустам Мениханов и государственный советник Татарстана Ментимир Шаймиев провели встречу с активистами Русского национального культурного объединения. Приветствуя участников, Рустам Мениханов отметил, что подобные встречи стали хорошей традицией. В четверг в Москве в новом формате состоялась 16-я по счету прямая линия с президентом страны. Более 4-х часов Владимир Путин отвечал на вопросы россиян. Один из вопросов, который задали главе государства, оказался строительством мусоросжигательных заводов. До 2024 года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов. А вся программа рассчитана на строительство 238 заводов. При этом речь безусловно идет не о каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку при сжигании отходов. А речь идет о предприятиях самых современных с новейшими технологиями. Нам нужно идти по этому пути. Разумеется, нужно делать это в тесном контакте и с волонтерами, с такими организациями, как ваши. С тем же Общероссийским народным фронтом, который много сделал для того, чтобы высветить эту проблему. И нужно дальше контролировать, что будет происходить в этой сфере и как это будет развиваться. Ну и, конечно, с государством и с региональными органами власти. В четверг президент Татарстана наградил победителя республиканского конкурса «Врач года» Акчи Шакляр. В этом году в конкурсе было представлено 5 номинаций, подано 152 заявки. Победителем в главной номинации «Врач года 2018» стала Резида Бодрова, врач-физиотерапевт в госпитале ветеранов войны Казани. В пятницу Рустам Мениханов принял участие в работе пленарной сессии «Цифровая кооперация. Новые возможности сотрудничества государства и бизнеса». Сессия прошла в Иннополисе в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2018». Продолжаем программу «Себней». В Чистополе преступное сообщество буквально истребляло ценные породы рыб. Дело было поставлено на такую широкую ногу и с таким серьезным прикрытием, что за дело пришлось взяться оперативникам управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Татарстана, совместно с сотрудниками ФСБ. Всех основных участников преступной группировки силовики, что называется, как говорят рыбаки, взяли на кукан. Наши корреспонденты с подробностями. «Ловись, рыбка большая, маленькая и, главное, в промышленных масштабах эти лещи, судаки и щуки». С Куйбышевского водохранилища пойманы незаконно. На кадрах оперативного задержания улов с холодным расчетом. По горячим следам его изъяли 6 июня. «Повреждена у нас чешуя на рыбе. Видимо, так у нас предположительно от сетей рыболовных. Выловили на какой орудии у нас получается?» «На китайской сети». «Сеть какой длины?» «50 метров». А всего было изъято, как сообщили наши источники, 18 километров сетей. 200 штук, каждая по 90 метров. На кадрах подозреваемые в браконьерстве. Предположительно, на незаконную ловлю выходила группа из 8 человек. Рыгом были ангары, в которых находились холодильники. Во время нереста предлагали работу, и Михаилу свое лицо он попросил не показывать. Ловили, хранили и продавали. Рыба уплывала сотнями килограммами. Хвосты незаконного улова лежали на прилавках в Нижнекамском районе, в Самарской и Ульяновской областях. Организаторы продумали все, вплоть до долгосрочного хранения. Для своей деятельности браконьеры выбирали место особенно тщательно. И, возможно, даже не прятали свои сети. Они выставляли на особой природоохраняемой зоне чистой луга. Территория в 14 тысяч гектаров. Во время нереста здесь могли ловить рыбу тоннами. Поэтому основной ущерб даже сложно оценить. Это именно ущерб без разнообразия. Ловится все, выгребается все. Соответственно, страдает в основном рыба, которая, так или иначе, наиболее, скажем, редка. С декабря 2017 года заказник «Чистые луга» в ведомстве Комитета по биологическим ресурсам. Они признают, что браконьерство – больная тема для республики. 15 уголовных и 300 административных дел только за сезон нереста 2018. Рыбный рынок, к сожалению, он в достаточной степени криминализован. И с этим надо просто усидчиво и упорно постепенно бороться. По данным наших источников, во время задержания правоохранители изъяли больше полутонны рыбы. Сравниться с чистопольскими браконьерами могут только октанышские. Как водили? Так? Или Борис? Октябрь 2017-го. Это задержание тоже наделало много шума. Но на этот раз зарабатывали на раках. Спецоперация готовилась три месяца. Незаконный картель держал в своих клещах раков три года. Браконьеры заработали на членистоногих минимум 20 миллионов. Полицейские установили, раки уплывали из республиканских вод под покровительством должностных лиц. Ветеринарных служб, управление по охране и использованию объектов животного мира кабинета Министерства Республики Тарстан, которые злоупотребив своими должностными полномочиями, вопреки интересам службы, действуя из корыстной и личной заинтересованности. Дело октанышских браконьеров скоро разберут в суде. Все материалы в прокуратуре готовится обвинительное заключение. Кто ответит за опустошение рыбы в реке Шешма Чистопольского района, пока в этом мокром деле много вопросов. Не исключено, тоже прозвучат и должностные лица. Ведь незаконный картель работал шесть лет. У спецслужб вопросы к руководству заказника чистые луга. А вот в комитете по биологическим ресурсам пока уверены в своих подчиненных. Той информации, которая имеется сейчас в нашем распоряжении, пока не позволяет говорить ни о причастности сотрудников заказника, ни о какой причем. По творстве, закрывании глаз и так далее. Но если это будет выявлено, естественно, Госкомитет просто осознает всю меру ответственности, и мы будем расставаться с такими людьми. Проводится следственными органами проверка по выявлению лиц, должностных лиц из разных ведомств, причастных к данной преступной группе. По результатам проверки нас ознакомят с ней, мы будем знать больше. Гниет ли рыба с головы, как обернется дело в ожидании и в агентстве по рыболовству. За шесть месяцев 2018-го, 15 рейдовых выездов в акваторию заказника чистые луга. Заведено 10 административных и 2 уголовных дела, а по всей республике больше тысячи. И 90% из них это браконьерство. Альбина Минибаева, Марат Зайдулин, Данил Филатов, Лина Зинатулина, Рамзель Гарипов. 7 дней. Реки освобождают от браконьеров, а Казань от ночных бабочек. По городу поползли слухи, что в столице проходят операции по борьбе с наплывом женщин с пониженной социальной ответственностью, которые слетаются в Казань, чтобы заработать. Наш корреспондент Сергей Темляков на этой неделе окунулся в жизнь вечернего и ночного города. И попытался понять, есть ли почва для этих слухов и насколько руссотуриста облика морали. Самые красивые девушки на этом городе Ауны. Ночные заведения столицы готовятся к встрече с болельщиками. К примеру, здесь, в одном из известных стриптиз-баров Казани, решили удивить гостей спортивной тематической вечеринкой. Это вечеринка в футбольной тематике. То есть это, во-первых, трансляция всех игр на наших телевизорах. Красивая девушка, музыка, дымка. Плюсом это тематика красных карточек. Гость может понравиться девочке, вручить красную карточку. Соответственно, для него будет от этой девушки бонус приятный. Екатерина отмечает, каждый вечер на сцене 20 профессиональных танцовщиц. Болельщик ведь в основном мужчина. И, как гласит известная поговорка, он любит глазами. Интересуемся, как обстоят дела с законом. Мы стриптиз-бар, федеральная сеть на рынке. Мы уже 15 лет. Наша деятельность абсолютно легальна. Да, действительно, у нас танцует стриптиз, но не более того. В те заведения, где более, то есть деятельность нелегальна. Уже пришли правоохранительные органы. Здесь чем занимались, как оказались? Чем занималась? Зачем не надо снимать? Это оперативные кадры одной из последних спецопераций. Она прошла сразу в 10 городах страны. Среди них 4 города, где будут проходить игры футбольного мундиаля. Сотрудники МВД России выявили сеть массажных салонов. Как сообщила официальный представитель Ирина Волк, задержаны подозреваемые в организации интим-салонов и вовлечении женщин в занятия проституции. Проведены обыски, изъяты денежные средства. Спецоперация по задержанию всех участников криминального бизнеса прошла одновременно в 10 городах России. Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Чебоксаров, Пензе, Уфе, Тольятти, Оренбурге, Самаре и Перми. Полиция пресекла противоправную деятельность более 60 человек, среди которых организаторы, администраторы, охранники и работницы массажных салонов, в которых оказывались услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Возбуждены уголовные дела. Пока сотрудники правоохранительных органов проводят задержание, в казанских дворах обсуждают слухи. Кто может кому что сказать-то? Кадича, Пайра, Миля, Пастиди на лавочке обсуждают тревожную для их слуха весть. Говорят, соседи у них хорошие, но есть в доме одна квартира, которую сдают. А тут сорока на хвосте принесла, дескать, в Казань, на чемпионат могут приехать жрицы любви из других городов. Уж очень не хочется слышать вечером и ночью за стенкой охи и вздохи. Правда это или слухи? Мы решили изучить предложение на рынке, кто сдаёт квартиру на час. Звоним по первому номеру. Квартира в Новосавиновском районе. Нету. Нету, да, мест? На чемпионат. То есть вообще всё занято? Угу. Вторая попытка снять квартиру на Сахарова предлагают за 300 рублей в час. Минималка 3 часа 900 рублей будет у вас. А смотрите, я вот на 16-е хочу, ну после матча там это, ну отметить с девочками. У вас же можно, да? Можно-то можно, но я прямо сейчас не скажу. Но у меня брони есть там. Квартиру нам всё-таки удается найти с третьей попытки на Чистопольской. А соседи там у вас не будут там долбить, стучать, что мы там развлекаемся, нет? Ну, во сколько сейчас вы вдвоём живёте? Ну да. Ну всё, до 22.30, пожалуйста, гуляйте, а после 22.30 уже всё, ниже воды, тишь травы, или как там говорится. Президент гильдии риэлторов Андрей Савельев не исключает появление в городе жрец любви. Но отмечает, на данный момент нет ни одного официально подтверждённого факта. А рендой по часам риэлторы практически не занимаются. В основном такие квартиры сдают посредники и предприниматели. Процентов 70-80 этого рынка – это серый рынок. Его как-то контролировать, не то что контролировать, её даже анализировать невозможно. Поэтому такие факты, ну, скорее всего, конечно же, были и сейчас, я думаю, будут. Но говорить о том, что это вот массовый какой-то характер, конечно же, нет. Взрослые женщины прямо говорят девчонкам, у вас есть красота, это капитал, это потребительская стоимость, её надо вовремя применять и вовремя получать с неё прибыль. Потом это уйдёт. И поэтому прагматично настроена молодёжь у нас сейчас, безденежная молодёжь, которая каким-то образом должна выживать, она, конечно, имеет установки, в том числе и на то, чтобы в этот период каким-то образом получить какие-то прибыли. Психотерапевт Рамиль Гарифуллин по нашей просьбе проанализировал появившееся объявление о работе. Говорит, предложения приехать есть, но их немного. Ряд таких объявлений можно встретить, например, в социальных сетях. Вот даже целая группа «Работа для девушек Казань». Зовут и в модельное агентство и предлагают высокооплачиваемую работу. Строго 18+. Мы решили позвонить. Ну, вы как хотите выйти-то? Ну, каждый день вы приезжаете на определённый срок, каждый день работаете, на неделю приезжаете или на сколько работаете, потом уезжаете. По другому телефону предлагают другие условия. Работа есть всегда, не знаю, у нас девушки как бы без денег домой никогда не уезжали еще. Ну, у нас девушки живут, заселились в отеле, у нас договор с отелем. Вот 150 до 250 зарпад получается девушек. Должна быть осторожность на этот счёт, потому что это, по сути, свой бизнес, со своей системой. Могут заинтересовать, заинтриговать, войти в доверие, пообещать. А в конце концов молодёжь оказывается жертвой. Рамиль Гарифуллин отмечает, чемпионат – это чудесная пора. Здесь должна быть любовь не за деньги. Мундиаль – это время, когда можно встретить свою настоящую любовь, создать семью и завести детей. Ночная мэрия прокачает ночь! Помучь сориентироваться в вечернем ночном городе и найти альтернативу клубу призван проект «Ночная мэрия». На этой неделе в Казани помогать гостям начали ночные волонтёры. Их можно встретить в городе после пяти вечера. В штате пока 80 человек. Ребята подскажут, к примеру, в каком парке лучше назначить свидание. Расскажут и об интересных событиях, которые можно посетить этим вечером и ночью. Волонтёры уже готовят разные викторины и конкурсы. Ведь игра и весёлая обстановка – это хороший повод для знакомства. В нём больше ста локаций, заведений, ресторанов, общественных мест, просто интересных маршрутов, куда можно сходить. Мы создаём путеводитель, 48 страниц, 100 тысяч экземпляров, который будет распространяться через собственную армию волонтёров ночной мэрии. По всем точкам, значимым в городе он будет распространяться в виде таких флэш-мобов и перформансов. Ночной мэр Казани рассказывает нам, что разработан и новый вечерний и ночной формат экскурсий. Не только по историческим местам, но и по тем, где можно весело провести время. Например, посмотреть футбол или потанцевать. Создано несколько интересных велосипедных маршрутов. Сейчас ночная мэрия занимается подготовкой вечеринки для делегаций из Ирана. Артур Хасравян замечает – ночных волонтёров сложно будет не заметить. Ведь передвигаться по городу они будут на специальном музыкальном автобусе. Комфортабельный автобус, оборудованный всем необходимым. Фактически это клуб на колёсах, с которым они будут выходить, общаться с людьми. На крыше мы будем устраивать концерты, если город нам позволит. И, в общем-то, делать так, чтобы людям вечером и ночью в городе было не скучно. Нам остаётся лишь добавить – welcome to Kazan, в город, где сбываются мечты. Сергей Темляков, Андрей Мохов, 7 дней. В Казани сегодня, в преддверии чемпионата мира, только и разговоров, что о новых дорогах и фан-зонах для болельщиков. А между тем, в архитектурных бюро кипит работа на куда более долгосрочную перспективу. В этом году в республике, и в Казани в том числе, появятся новые парки, скверы, набережные и другие зоны, которые архитекторы называют рекреационными. А мы именуем просто местами отдыха. Но каждому ли, жителю города, хочется тратить свои последние силы на то, чтобы добраться до этих мест отдыха? Любому из нас хотелось бы, чтобы понятие «дома» не заканчивалось на пороге собственной квартиры. В идеале желательно, чтобы и городские улицы стали нам настоящим домом. И именно над этим сегодня размышляют архитекторы, которые потихоньку выбираются из зеленых зон и идут к нам в гости. Наши жилые микрорайоны, кварталы, переулки, дворы. Сегодня мы попробуем понять и почувствовать, чем обернется для нас это внимание к житейским мелочам. И когда у нас с вами будет столь желанный город-сад. О новых проектах и старых болячках. Михаил Любимов. Наступит время, когда нам придется выбирать. Между тем, что легко, и тем, что правильно. Альбус Дамблдор. Гарри Поттер. Это непросто. Услышать от российского городского жителя фразу «Это мой город. Это город, что я считаю своим». Непросто, потому что все органы чувств ежедневно сообщают жителю российского города, что все это, по большей части, пустое пространство, что мы именуем городом, принадлежит одновременно всем и в то же время ни одному из нас. Это назойливое повторение схожих картин, доведенное до крайности добродетель, неизменно порождающая первый порог современного города, однообразие, самый угнетающий порог. Квадратные метры – это наши самые неутомимые добродетели. До какой нелепости доходили наши предки, ломая голову над каждым архитектурным проектом. Ведь мы и сегодня с вами так думаем. Вот что удивительно. Жилищная политика в нашей стране за последние 50 лет практически не изменилась. Каждый год мы слышим эти рапорты о миллионах квадратных метров жилья, потому что жилищная политика в нашей стране определяется количеством квадратных метров, но уж никак не их качеством. Что совершенно неудивительно, поскольку нам за счастье иметь хотя бы и это. Мы не покупаем просроченные продукты в магазинах, но мы с удовольствием покупаем просроченные квартиры в этих просроченных домах, которые просрочены уже на несколько десятилетий даже. А потом удивляемся, откуда у нас такие депрессии в этом каменном мешке, подвешенном на высоту 10-го этажа с видом на ничто. Пустота Пустота, она как была, так и осталась главным строительным материалом в нашей стране. Мы всегда были ограничены в нашем выборе, но более того, мы всегда были ограничены в нашем понимании того, как все это может выглядеть. Как вы видите, все-таки нам удалось добиться. Пусть это заняло у нас почти три года, но хочется верить, что в этом году мы действительно получим благоустроенный, хороший парк. Когда три года назад на улице Карбышева в Казани был снесен кинотеатр «Комсомолец», а вместе с ним и немалая часть лесопарковой зоны ради строительства вот этих еще нескольких тысяч добродетельных квадратных метров, Татьяна Латыпова, жительница этого микрорайона, была в числе первых из тех, кто осознал, что лес надо спасать. Инициативная группа единомышленников весьма скоро добилась высадки в этой полосе архитектурного десанта, на тот момент уже, слава богу, существующего. Каждый именно свои идеи мог донести, и сейчас в целом у нас есть проект, который, я думаю, устраивает практически всех, большинство жителей. Рожденная в спорах и нашпигованная редкими компромиссами концепция развития лесопарковой зоны в итоге устроила жителей округи, поскольку метры перестали быть квадратными, а жилые в аппетитах застройщиков площади стали живыми. Этот проект пока лишь на бумаге, но это именно та самая фактическая, окончательная бумажка, броня в руках этих неравнодушных. Все в наших руках, и если есть желание, то, в общем-то, можно добиться того, чтобы быть услышанным. Работа над ошибками. Вот что это такое. Архитекторы новой формации на улице Карбышева застенчиво прикрывают ошибки архитекторов формации старой. Ведь чего хотят люди в сущности? Чего им так не хватает на этих обширных и бесформенных территориях? Что мы, рожденные летать, а не ползать, пытаемся отыскать в наших железобетонных джунглях? Посмотрите на дворы, посмотрите на подъезды, и вы без труда отыщите здесь страстную тоску, потому что мы хотели бы называть не местом нашего жительства, а собственным домом. Это крик. Безмолвно кричат, обеспеченные жильем, но не жизнью, обитатели слишком квадратных метров. Истошно кричат даже фасады домов. Вот эти граффити на наших домах, которые мы привыкли с вами считать вандализмом или, может быть, даже неким признаком бескультурья молодежи, на самом деле это сигнал о помощи. Это вполне себе дружелюбный протест против вот этой серости, этой повседневности, в которой мы с вами живем. Наверное, ни одному молодому человеку с богатым художественным воображением ну не придет в голову разрисовывать территорию, которую он считает своей. А здесь, на улице Абсалямова, мы видим именно ничейную территорию. То, что видели раньше. Это огромные пустыри. Это бесконечные стихийные парковки, и это наш вечный российский забор. То, что легко, но не то, что правильно. Но безмолвный крик услышан. И тем, кто вынужден был все эти десятилетия наблюдать из своих окон хаотично освоенное ничто, и всем нам, жителям города, вскоре предстоит вспомнить, что на карте существует еще и бульвар Абсалямова, а также вполне осознать тот факт, что людей в городе все же куда больше, чем машин. Бульвар совершенно не узнаваем на этих пока еще слишком приблизительных проектах его реинкарнации. Детали могут меняться. Смысл этой перестройки останется. Это новый взгляд на город. Это город-сад. Это выход человека из своего отдельного угла на широкий безграничный простор. Дарья, ну вот здесь мы можем наглядно показать, чего можно достичь совершенно простыми детальками какими-то, ну, небольшими формами. Вот то, что мы видим, и вот то, что может быть, да. Мы хотим создать очень аккуратное, локальное, чистое пространство, которое будет максимально комфортным и уютным. Уютное – это ключевое слово, которое произносят все, находясь на этом бульваре. Именно поэтому у нас в проекте появились торшеры, большие скамни, диваны, для того, чтобы создать эффект домашности. На другом конце города, на пустом пока еще бульваре, пронзающем насквозь стандартно серые дворовые территории и соединяющем улицу Фучика и проспект Победы, уже шумит строительная техника. Этот проект оживления нашей полуживой среды совершенно уникален для города. Это первая попытка переосмыслить именно жилые массивы, разбудить излишне спальные районы при помощи нехитрых, в общем, средств. Пронзающие эти спальные мешки бульвар существуют еще с советских времен, но руки дошли вот лишь в этом году. Это будет новая, живописная и насыщенная функциями пешеходная зона, в создании которой, кстати, принимали активнейшее участие местные жители. Раньше мы обустраивали, обращали свое внимание на самые крупные рекреационные территории города. Это было понятно и объяснимо, но сегодня фокус сместился в сторону шаговой доступности. Людям больше не хочется ехать на другой конец города, чтобы погулять в парке. Это тоже понятно и объяснимо и правильно. Хочется иметь что-то свое. Что-то свое под боком, буквально выйдя из собственного двора. Наша задача сделать жизнь комфортной каждый день. Ты выходишь из дома, ты куда-то идешь, тебе удобно идти прогуливаться, тебе есть куда выйти с коляской. Это необходимо, потому что сегодня люди, они очень в существенной степени выбирают среду, в которой они хотят жить, а не просто квадратный метр, вид, который они хотят иметь из окна. Признание болезни есть первый шаг на пути к выздоровлению. Город без труда отыскал свои болячки и работа началась. Жители улицы Фучика увидят первые признаки выздоровления уже в этом году. Жителям других кварталов, переулков, дворов, кричащим по-прежнему безмолвно, сегодня уже никто не откажет возможности поучаствовать в этой работе над ошибками. Ведь город, он как страница в Википедии. Вы можете изменить его. Но это вполне способны сделать и другие люди. Фактически вы сейчас заняты работой над ошибками, не вашими, а чужими. Но мы все решаем чьи-то ошибки, нам же дальше жить. Михаил Любимов, Роман Безменов и Андрей Мохов. Семь дней. Начинается последняя неделя священного месяца Рамазан. Верующие каждый вечер собираются на ифтар, обряд разговения и принятия пищи. Некоторым кажется, что чем больше они во время ифтара съедят, тем проще будет держать пост на протяжении всего последующего дня. Однако в священных книгах написано, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, не одобрял такого отношения к еде и принятию пищи во время уразы. Он говорил, пусть треть желудка будет для еды, треть для питья, а еще треть для легкости дыхания. Так что нужно быть умеренным во всем. На этом мы завершаем программу. Баргазгада ин из ГТЛяклер. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды на ближайшие 7 дней. Студия Маргарита Павлушина. Предстоящая неделя, увы, не порадует по-летнему комфортной погодой. Синоптики прогнозируют дожди и довольно низкие температуры для этих дней июня. По данным сервиса Яндекс.Погода на северо-востоке республики ожидается пасмурная и дождливая погода. Но зато температуры будут постепенно повышаться. На выходных будет уже плюс 20 градусов. На юго-востоке республики дожди будут наблюдаться каждый день. В начале недели будет довольно прохладно. В среду температуры начнут постепенно повышаться. В четверг уже плюс 22. В центре Татарстана в понедельник плюс 15 дождь. Во вторник и в среду до 18 градусов тепла. И тоже пройдет дождь. В пятницу осадки прекратятся. На выходных температуру воздуха составит плюс 22 градуса. На юго-западе республики ожидается пасмурная неделя. Будут наблюдаться осадки. Но зато температуры станут выше. На выходных до плюс 23. На северо-западе республики, а также в столице Татарстана в понедельник плюс 16. Во вторник плюс 18 дождь. К концу недели прояснится. Температура повысится до плюс 22 градусов. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый день на ТНВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова